МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже несколько лет царовские предприниматели пытаются отстоять свое право на прозрачную и понятную стоимость аренды за землю. По их словам, они не могут планировать свой бизнес, так как размер аренды, устанавливаемый городом, постоянно меняется, оставаясь при этом в разы выше, чем в Нижнем Новгороде. Устав обивать пороги чиновников, недавно предприниматели с жалобой обратились в прокуратуру. Мы не согласны с тем, что аренда земли у нас в двух раз больше, чем, допустим, ее сравнивать с Нижним Новгородом, а доходит даже до 44 раз больше. Это, посмотря в зависимости от видов деятельности. Донести свои проблемы до власти предприниматели пытались и через городскую думу. На заседании комитета бизнесмены озвучивали волнующие их вопросы, предлагая депутатам и чиновникам вновь вернуться к рассмотрению проекта решения об арендной плате за землю. Как уверяют сами бизнесмены, ситуация с постоянно возрастающей стоимостью аренды достигла критического пика. Людям повысили земельную аренду в 22 раза. Вы можете себе такое представить? В 22 раза. Ситуация на сегодняшний день с предпринимателями, она взрывоопасная. Страсти наклины уже такой степень, что вчера сговаривали с прокурором уже. То есть, я думаю, все-таки настало время, надо собраться вместе, создать реальную рабочую группу и все-таки сесть поговорить. И, похоже, в администрации этот крик души услышали. В Центре поддержки предпринимательства бизнесмены и чиновники сели за стол переговоров. Вот, правда, диалог не заладился уже с первых минут. Между предпринимателями будет такое мнение, что Владимир Ильич относится к предпринимателям очень плохо. Было одно заседание, на заседании администрации, где Владимир Ильич высказался свое мнение о предпринимателях, и что он их душил, душил и будет душиться. Мне хотелось бы знать. Подождите. Я говорю так, чтобы, допустим, мне узнать, на самом деле это так или нет. Этот вопрос я оставляю без ответа. Впрочем, не только этот вопрос остался без ответа. Никак не могли добиться предприниматели объяснения того, что же стало экономическим обоснованием для резкого скачка арендной платы. У нас повысилась арендная плата. Мы задаем вопрос такого характера. Есть ли экономическое обоснование? Есть решение Думы 2011 года. С 2011 года поступления в бюджет шли от 70 миллионов, и в 2016 году до 85. Если посмотреть за эти 6 лет, это уровень, так сказать, инфляции. Что касается стоимости одного квадратного метра, подчеркиваю, одного квадратного метра земли, то она с 2011 года не изменилась, включая и 2017 год. Не у всех. Вы сейчас там лапшу вешаете, все от нее сейчас устанут. Вы нам скажите, что... Другие меня спусывают, внимательно. Владимир Ильич, я задал вопрос. Мне это неинтересно, что вы говорите. Мне интересно, есть ли экономическое обоснование. Бизнесмены ездят на ТТшках. Это экономическое у вас обоснование. Вот, все. Продавайте машины. Да, надо продавать. Все говорят, к вам приходишь, вы говорите, продашь машину и заплачешь налог на... Да, спит спокойно, и все. Но это же не дело. Чтобы все-таки докопаться до сути и понять, наконец, экономическое обоснование установленному размеру арендной платы, предприниматели адресовали этот вопрос председателю городской думы. Вот что вы присылаете. Пояснительная записка. Где написано? Единственной целью увеличения сбора бюджета на 21%. Есть какое-нибудь еще обоснование? Те доводы, которые были представлены администрацией, дума с ними согласилась. Я, как бы, могу сейчас отвечать только за себя, потому что решение принимается городской думой. В том числе, пояснительная записка была представлена по этому вопросу, проект решения, плюс была создана рабочая группа, которая там полгода работала примерно, и сейчас еще продолжает. Поэтому вот ответ. Напомним, что далеко не все депутаты были согласны с доводами администрации. Та самая рабочая группа, о которой идет речь, на заседании думы просила дополнительное время, чтобы доработать проект решения об арендной плате. Впрочем, просьба услышана не была. Вы думали, что маленький, да? Значит, такая дума, если она бездомная. Какой-то на вас-то будет. Один за другим на встрече предприниматели говорили о своих проблемах. И практически все эти частные истории, по сути, свелись к одному общему знаменателю. Во-первых, произошел резкий скачок стоимости аренды в текущем году. И, во-вторых, почти все столкнулись с неожиданным повышением в 2015-2016 годах. Эти колебания лишили бизнес всякой предсказуемости. И, по словам собравшихся, все их планы и стратегии пошли прахом, загнав многих в непосильные долги. Чтобы картина была нагляднее, бизнесмены рисовали графики. Вот эта отметка, соответственно, с которой мы начали, в 2012 год, соответственно, это было у нас порядка 300 тысяч рублей. В 2013 году плавное увеличение на коэффициент индексации в 2014 год, извините, сумма 1 миллион 200. То есть в 4,5 раза вот эта точка. В 2015 год на коэффициент индексации от 2014 года. В 2016 году эта сумма является уже 467 тысяч рублей. Итак, у нас получается вот такая вот кривая. Вот такая вот кривая. А по всем принципам экономической целесообразности у нас должно быть, соответственно, плавная-плавная линия, которая идет вот так вот, плавно-плавно поднимается на коэффициент индексации. Арбитражный суд Нижегородской области уже признал действия администрации города Саров незаконными в смысле взимания арендной платы. Арендная плата составляла 300-330 тысяч рублей в 2012 год. Примерно такая же ситуация. Затем арендная плата в 2015 году была поднята за 4 миллионов 500 тысяч рублей. Данные платежи судом признаны необоснованными. Когда все высказались, и градус эмоционального напряжения спал, предпринимателям и представителям власти удалось таки договориться. Несколько бизнесменов войдут в состав уже упоминавшейся рабочей группы. К ним присоединятся и руководители профильных подразделений администрации. До 30 апреля все вместе они будут искать выход из сложившейся ситуации. Я очень уважаю вас как людей, которые зарубают деньги своими руками, своим горбом, и вы еще создаете рабочие места. Поэтому я со своей стороны готов участвовать во всем этом процессе с учетом всех ограничений, которые есть. Предприниматели надеются, что в ходе работы удастся достигнуть того, что арендная плата за землю будет на уровне Нижегородской, и ее изменения станут предсказуемыми и понятными. Оправдаются ли эти ожидания – покажет время. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Все-таки неспроста говорят, что Саров – это город контрастов. В то время, как рыбаки занимаются подледной ловлей, совсем неподалеку полным ходом идет строительство моста через реку Сатис. О том, на каком этапе идут работы и когда появится новая автомагистраль в городе Сарове, расскажем прямо сейчас. Четыре полосы движения, два тротуара, кольцевая развязка и светофоры. В Сарове полным ходом идет строительство моста через реку Сатис. Начиная с августа прошлого года, горожане могут наблюдать то, как улицы Давиденко и проспект Октябрьский меняются на глазах. А уже к началу зимы здесь появится новая магистраль протяженностью практически 80 метров. С подрядчиками мы определились к тому, чтобы в сентябре уже 17-го года запустить рабочее движение по данному мосту. И думаю, что мы его сдадим с опережением графика, это как минимум на месяц. Строительство такого объекта, как мост, требует учета всех погодных условий. Специфика работы меняется зимой. А сейчас строители готовятся к весеннему паводку. Специально для того, чтобы природные катаклизмы не повлияли на ход строительства, уровень воды в Сатисе понизили. Также из-за работ по возведению моста ограничили движение по некоторым улицам города. Все эти меры временны и преследуют важную для города цель. Это даст разгружение. Также мы расширяем параллельный проспект Октябрьский. То есть четырехполоска пойдет проспект Октябрьский. Там тоже выполняется подпорная стенка, чтобы можно уйти на четыре полосы. Вместе с этим планируется расширение улицы Харитона. Примерная дата сдачи моста в эксплуатацию – 1 декабря 2017 года. Дарится Порыгина Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 16 марта в половину восьмого вечера в доме номер 4 по улице Силкино произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи, полиция. Горела квартира на четвертом этаже. Информация о пострадавших, причинах пожара и материальном ущербе уточняется. 20 марта Управление Росреестра по Нижегородской области проведет горячие телефонные линии для жителей региона. С 10 до 12 дня на вопросы граждан по теме «Государственная регистрация прав на объекты недвижимости нежилого назначения» ответит главный специалист, эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Наталья Угланова. На вопросы по теме «Земельного законодательства» ответит Александр Дюмин. Начался прием заявлений на отдых детей в загородных лагерях Нижегородской области и лечение в санаторно-курортных лагерях России. За возмещением части стоимости путевки родители могут обратиться в Департамент по делам молодежи и спорта. Размер возмещения в загородные лагеря, а также лесную поляну и гайдар составляет порядка 12 тысяч рублей для работников бюджетных учреждений и чуть более 6 тысяч для работников других организаций. Путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия возмещаются в размере 10 тысяч рублей. Подробная информация размещена на сайте Департамента по делам молодежи и спорта. Конкурсную песню в стиле джаз Валентина Кочкина исполняет уже без волнения в голосе. В родной школе искусств и сцена знакома, и нет пристальных взглядов членов жюри. На прошедшем Суздале международном фестивале «Звездные врата» Саровчанка стала обладателем Гран-при. На этом конкурсе, я не знаю, как так получилось, но такое было ощущение, как будто я вернулась в свое прошлое, когда еще была маленькая, и у меня все эмоции, я просто выплеснула, и мне было хорошо, и люди обо мне, об моем выступлении хорошо отзывались. Валентина выступала в четырех номинациях. Исполняла песни на русском, английском и корейском языках. В репертуаре солистки была композиция в редком жанре эстрадный романс. «Отвези меня, поручик, отвези меня, поручик, на тот перекрас и навсегда». Это, наверное, первый опыт у Валентины. И изначально, открою секрет, он не удался, не удавался некоторое время. И вдруг это свершилось. Это очень интересно именно в ее прочтении. Поучаствовать в этом конкурсе девушку натолкнуло и то, что солистка решила связать со сценой свою дальнейшую жизнь. А победители фестиваля «Звездные врата» получают право на внеконкурсное поступление во Владимирский университет на специальность «Эстрадно-джазовый вокал». «У меня вообще и мысли не было, что я куда-то могу пойти не по музыке. Когда я пою, я забываю, где я нахожусь или что вокруг меня. Мне это не важно абсолютно. Просто музыка. По итогам фестиваля Валентина Кочкина получила приглашение на международный фестиваль в Испании. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Сегодня Всемирный день сна. А это значит, что сегодня будем выяснять, как спать, сколько времени и как выспаться так, чтобы прямо выспаться. Пойдемте. Сколько надо человеку времени, чтобы хорошенько так выспаться? Здоровым человеком немного. А человек, который уже чем-то, ну, стрессы там, еще какие-то ситуации, надо больше спать, да. Мама и ребенок. Кто спит больше? Узнаем прямо сейчас. Вы сегодня спали? Ночью, да. Ночью спать. Скажите, пожалуйста, да. А сколько надо времени человеку, чтобы прямо вот выспаться? Часов 8, я думаю, надо. Если по пути в школу вам захотелось прилечь поспать, нет ничего проще. Обратите внимание на окно и спите. Там есть подушки. А хочется спать? Постоянно. Сколько надо времени молодой маме, чтобы прямо выспаться? Сутки. Первые сутки надо. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Пойдемте, ребята. Вставай, на работу надо. 15 минут прошли. Бодрый и свежий. Пойдемте дальше. А какие должны быть условия для человека, чтобы он прямо выспался? Ну, я не знаю, темнота, подушка или вот что должно быть у человека, чтобы... Упокойствие в душе. А вообще высыпаетесь? Да. На лекцию уснула. Было такое. Положили голову на лекцию и... Слушала, слушала и задремала. Как надо отпраздновать семерный день сна, чтобы он удался? Ой. Ну, во-первых, сегодня пятница, это уже отличный день. День сна, пораньше лечь спать и выспаться. Как рассказывают в сказках, для того, чтобы пробудиться ото сна, надо получить поцелуй от принца или прекрасной девушки. Но самое главное, для того, чтобы встать с хорошим настроением, надо просто встать с той ноги. Сегодня про сон выясняли Кирилл Васенин и Владимир Лисик. Смотрите канал 16. Субтитры сделал DimaTorzok